приехал на новогодние праздники к родителям меня зовут рафаэль решили обновить мамин компьютер приобретен вот такой процессор заказал на озоне pentium gold g5420 сокет 1151 на самом деле собирал все на 1200 хотел а потом под конец ошибся и заказал стоит 5600 оперативная память такая прикольная 16 гигов 2666 миллиагерц очень быстро стоит 5600 оперативка проц стоит 6200 извиняюсь она сокет 1151 в итоге нам она вышла на 4 300 сейчас произведем замену этих комплектующих сборку на старом компьютере сначала вообще собирается любой человек снимается аккуратно крышечка раздвигается корзинка достается процесс вы сможете это сделать дома сами здесь есть такие рисочки их видно выемки они показывают направление установки процесса сел как родной так его все процессор установлен то же самое с оперативной памятью установка очень простая раздвигаем рукавые штучки и рассовываем так это жить вот пас есть его надо совместить до щелчка характерно всего материнская плата собрана осталось поставить бокс он уже нанесена смазка в принципе должно хватить но можно и добавить вот цепку фан сюда включается разъем теперь подумаем как лучше его в принципе нормально устанавливается надавливаем если ошибочно поставили хотите снять или потом почистить вот по часовой стрелке откручиваете стелке все и вверх приподнимаете эти штучки они вылезают все мать вот теперь мать снова разбираем старый компьютер сверху значит с очередность такая отсоединяем все провода блока питания материнской платы я потом объясню как подключать тут есть защелки если вытаскиваете нажимать нам иначе выдернуть вместе с штекером все снимаем видео карту здесь снизу есть такой разъем точнее рычажок на нем надо надавить так и снимаем материнской платы хочу заметить все остается на месте меняется только мать с процессором подачи снимаем здесь был 775 сокет оперативки 2 плюс 2 4 гига и все процессор процессор 775 сокет какой-то там целерон или пеньки не помню смотрим все мы его убираем к материнской платье идут свои вот такие же вес и и и и и Так, к материнским платам идут такие вставочки. Вставочки их надо вставлять изнутри. Смотрим, раз, два, три, четыре, место для болтов есть. Все, семь, закручиваем. 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 Подключаем это системный вентилятор. Не дотягивается, будем раскручивать. Закручиваем. Так, смотрим на наконечник USB. Подключаем в USB. Здесь ножка такая, тут тоже ножки нет. Вот. Итак, все провода. Берем следующий. HD Audio. Второй ножки нет. Вот он. На плате. Подключаем. Тут ошибиться невозможно, он просто не залезет. А вот здесь интересно. Значит, это подписанные кнопки выключения, перезагрузки и лампочки, которые показывают включенность компьютера просто в LED и моргание жесткого диска в HD LED. Ну вот. Это все расключается вот на передней панели на этой подпись. Подписи смотрим здесь. Значит, reset. Reset здесь. Полярность не имеет значения для выключения. Включение. Так. Power слева. А вот для светодиода, для лампочек имеет значение. Вот тут плюсик снизу. HDD LED. Плюсик снизу. Вот так вот. Подключаем вот сюда. И пылит плюсик снизу. Так. Все, подключаем питание. Отключаем этот штекер, но надо собрать. Так. Вот мы его засовываем, снизу придерживаем пальцами. Ну и подключаем наши жесткие диски. Ох ты, как удобно выведем с отопанель в бок. Раз. Очередность значения не имеет порядок. Все равно все настраивается в BIOS. Выбор загрузки, очередность. Раз, два, три. Раз, два, три. Все. Так. Еще раз смотрим, ничего ли не забыли. Все ли провода подключены. Все подключено. Материнская плата установлена. И готова к использованию. Собираем. Крышку идем включать. Раньше компьютер включался со слов мамы по 2-3 минуты. И еще долгое время там приходил в себя, чтобы начать работать. Сейчас посмотрим с новыми запчастями, как быстро он загружается. Операционную систему не переустанавливал. Все осталось старое. Так. Стандартная 5 секунд на BIOS. Лишние 2 секунды навод пароля. Все. Компьютер готов к работе. Что очень здорово. 25 секунд. 30. Драйвера установились сами. Спасибо Windows 10. Как вы можете видеть, на экране 16 гигабайт оперативной памяти и новый процессор будут радовать своей производительностью и скоростью работы. Перед заменой комплектующих я замерил производительность старого процессора. Он набрал всего 1170 баллов. Новый выдал почти 4000. Старая оперативная память показывала 869 баллов. Новая в 3 раза больше. Даже эффективность жесткого диска увеличилась в 2,5 раза. Хотя у нее и так стояло SSD. Видимо, на старой материнской плате был неважный SATA контроллер. Общая производительность увеличилась в 6 раз, что очень неплохо за 16 тысяч рублей. Компьютер стал в разы быстрее работать, что экономит время. Будут вопросы? Пишите в комментариях. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.